Слава Украине! Приветствую от Павловонского! Небольшой ролик по поводу ситуации на северо-западе фронта в Курской Народной Республике. Итак, друзья мои, что там происходит? Прежде всего, могу вас успокоить, что атаки Украины продолжаются. Наши войска идут вперед, расисты. Несмотря на то, что нагнали вообще в регион боевого соприкосновения Курской Народной, где-то порядка 11 тысяч чмобиков. Ну, там не только чмобики, там есть и контрактники, есть и серьезные люди с серьезной подготовкой. Нельзя недооценивать совсем уж. У них ничего не получается. Действуют они весьма разразненно и каким-то образом повлиять сейчас категорически на ситуацию у них не вышло. Тем паче я им вчера вот сделал комплимент, сказав, что они решили спасти своих же собственных солдат путем вывода их из-под огня, из котла, который образовывается, ну, условно говоря, под Глушково, Званым и так далее, с Ухидовкой и вот этими другими населенными пунктами. Там вокруг их порядка 20 штук. Я им сделал комплимент, они оказались тупее. Они оказались тупее и, собственно говоря, войска они не вывели. Да, они их оставили в этом котле. Значит, смотрите, что я имею в виду под котлом. Если посмотреть вот на район, который условно можно очертить рекой 7, то есть Глушково, Званая, Карыш, Алексеевка, дальше идет Коровяковка, господи, прости название, Теткина, дальше идет уже граница с Украиной, и вот с границы с Украиной долго-дольче, а как бы получается с юго-востока наступают украинские войска, ВСУ наступает. И получается, что вот эта вся российская группировка, центром расположения которой является, условно говоря, веселая Сухиновка, она заперта со всех сторон. С одной стороны у нее река 7, с другой стороны Украина или же украинские войска в Курской народной. То есть деваться-то особенно некуда. И вот тут начинается самое интересное. Они себя там чувствовали сухо и комфортно до тех пор, пока у них было три моста. Три моста, такие, это не деревянные мосты, это были бетонные мосты, по которым и танк мог проехать, и БМП, и БТР. То есть там все, что угодно могло проехать, они мощные, мощные вот такие были. Ну, по крайней мере, два из них. В Глушково и в Званом они были такие, довольно серьезные мосты. Вот, но наши ж тоже не лыковшиты. И с 16-го приблизительно, да, не приблизительно, а с 16-го августа начали эти мосты выбивать. Первым был выбит самый большой мост, самый проходимый такой, в Глушково. Его разбили. После этого серьезным образом, тот в Глушково вообще там пролет упал. То есть все, хана. Потом повредили очень серьезно мост в Званом. Это второе по величине мост. Значит, смотрите, там упал, не то чтобы пролетом упал. Ну да, фактически много плит упало по центру моста. И по нему еще можно пройти, проехать на велосипеде. Ну, максимум проехать, не знаю, мотоцикл с коляской. Вот, там по одному из пролетов, который остался, боковому. Ну, мотоцикл с коляской, да. Может, кровчучку там можно протянуть. Ну, вот в таком плане, да. Вы меня поняли по величине. Конечно, грузовик или какая-то там техника, конечно. Даже и говорить смешно. Но все остальное рухнуло. Не проехать. И вот сегодня ночью, насколько стало известно, населенный пункт Карыш. Там небольшой, относительно мост. Но он тоже бетонный был. Тоже крепкий, мостный был. И он упал. Там тоже. Там, говорят, упало три пролета. То есть вообще в хлам разнесли. Но он ближе всего был к нашей границе. И тяжелее всего был в использовании. Теперь они говорят, нет, все равно. Мы сможем, значит, наши войска. А речь идет о чем? О элементарной логистике. И о элементарном снабжении снарядами, питанием и так далее. Российско-фашистской группировки. Вот вокруг этой, Глушковской, назовем так, этой группировки. Я еще вчера говорил, возможно, их выведут. Возможно, их как бы вытянут из-под удара. И тогда они как-то смогут там на той стороне обороняться. Нет, их не вывели. Их на убой ставили. То есть, еще раз говорю, Путину начхать. Абсолютно начхать на лишние составы. Он для него тупо мясо на забой. Что свиньи, вот у которых ведут на мясокомбинат. Что собственные солдаты. Для него это абсолютно одинаково. Ему главная территория. Величие. Понятно. Путину боятся доложить, что они профукали, что они профукали там 700 или 1000 квадратных километров территории. Ну, все равно придется удирать оттуда. Поймите правильно, что без снабжения ничего не получится. То есть, им придется это все уводить. И дальше что? Давайте посмотрим, что получается. Значит, они возле Глушкова поставили сейчас переправу. Это как бы дальше всего от нашей границы. И как бы эта переправа может просуществовать. Переправа много не даст, ребятки. Ничего не получится. Значит, смотрите. Переправа, что она из себя представляет. Это понтонный мост. Скорость движения по понтонному мосту 5-7 километров в час. И исходя из того, что скорость движения очень низкая. Там будет что с одной стороны скапливаться техника, а что с другой. Это все мы проходили под Антоновским мостом. Когда Антоновский мост под Херсоном, под Олежками. Это окраина Херсона. Что тут говорить. Значит, Антоновский мост. Они под ним сделали понтонную переправу. И пытались заменить Антоновский мост. Из этого, я сразу говорю, ничего не получилось. Ну, во-первых, ее разбивали регулярно. Но пропускная способность такой переправы. На порядок ниже, чем пропускная способность моста. Это говорит о том, что возле нее будет скапливаться техника. Являясь прекраснейшей целью для удара. Это было в Антоновке там, под Херсоном. Это тоже самое повторяется сейчас здесь. То есть, никоим образом, конечно же, эта понтонная переправа не спасет положение. И это уже видно, потому что их войска без продуктов, без воды. А вода сейчас 30 градусов на улице. Побежали уже мародерить магазины. Потому что брать негде продовольствие. И самое главное, негде брать воду. Очень скоро станет негде брать снаряды, патроны и так далее. Потому что подвезти это будет все очень и очень проблематично. Так что вот этот весь регион у них завис. Теперь из-за того, что они не вывели вовремя войска. Ну, как их выводить сейчас? Под огнем. Ну, будут пытаться как-то вывести со временем. Они сразу их не выведут. И будут давать последний решительный бой. Вот наши сейчас рвутся к Сейму, к реке. Взяли уже Снагость. Взяли еще там одно село рядом с ним. То есть, по всей видимости, что смогут. А, Апанасовка село еще одно. Это, по крайней мере, Бильд. Обозреватели Бильд утверждают, что Снагость и Апанасовка взяты. Абуховка взята. Я еще раз говорю, я обычно не озвучиваю название. Просто потому что наши просят не озвучивать. Но поскольку уже Репка и Бильд это все вынесли. Вынесли это все. Опубликовали или в Телеграме, и в своей газете. То уже, как говорится, молчать об этом дальше нет смысла. Потому что оно уже пропечатано. Да, так вот. Они сейчас... Наши рвутся к Сейму. Там уже осталось не так много. Там около 4 километров осталось до реки Сейм. Тогда эта группировка вообще... У нее грустные времена наступают. А ее никто не спасает. Ее никто не эвакуирует. Ну, значит, вот, собственно говоря, Путин их всех приговаривает. Приговаривает. Ну, вот, не знаю. Единственное, может... Посмотрим, посмотрим. Может, будет какой-то договорняк. Наши им дадут выйти. Типа, под сдачу территории. Может быть. Такое бывает. Вот. Но, в общем и целом, конечно же, друзья мои, скажу вам честно, позиции у них там хреновая. И вот эта Коренева, наши его не взяли. Но по тем картам, которые тот же самый Бильд сейчас рисует, значит, это Коренева. Но со всех сторон сейчас наши обходят. Ну, посмотрим, насколько они там смогут продержаться. Продолжение следует...